Расширенный экспортный рынок азербайджанского газа и укрепление сотрудничества Азербайджана с ЕС и соседними странами станет стимулом и реальной возможностью для развития Азербайджана как лидера в области энергетического перехода и в будущем. Такое мнение высказала руководитель итальяно-азербайджанской торговой палаты Мануэла Тралди в интервью телеканала CBC по итогам встречи министра энергетики Азербайджана Первиза Шахбазова с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон. Благодаря правильно выбранной энергетической и экспортной стратегии Азербайджану удалось стать для Европы надежным партнером. Теперь реализация документа о стратегическом партнерстве между Европейским Союзом и Азербайджаном в области энергетики требует наращивания совместных усилий по увеличению экспорта азербайджанского газа в Европу до 20 млрд кубометров в 2027 году. И один из важных вопросов связан с расширением пропускной способности Южного газового коридора. В последние несколько месяцев Азербайджан все чаще и чаще упоминается лидерами стран-членов ЕС как надежный партнер Европы, когда речь идет об энергетической безопасности. Это естественное следствие очень эффективного диалога, который начался более года назад и подписанного между ЕС и Азербайджаном меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики. Первоначально сфера охвата была в основном сосредоточена на гарантировании поставок газа в Европу, но теперь акцент смещается в сторону размещения сотрудничества по повестке для энергетического перехода. Говоря об этой перспективе, отмечу, как важный элемент то, что на последнем заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку был в то же время проведен Первый консультативный совет по зеленой энергетике с участием министра по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильбердо Пикетто-Фроттино. Таким образом, сегодня сотрудничество Баку с Евросоюзом выходит за рамки газовой сферы, так как у страны имеется огромный потенциал в области возобновляемых источников энергии. Передача зеленой энергии и меры по достижению энергоэффективности также играют важную роль в сотрудничестве Азербайджана и ЕС. В связи с этим стороны оценивают перспективы и процедуры получения статуса проекта взаимного интереса для коридора зеленой энергии Каспий-ЕС. Также по существующим и планируемым энергетическим проектам в Азербайджане изучены возможности сотрудничества с европейскими финансовыми институтами. Совсем недавно неоднократно упоминалось в газетах, что наблюдается переход на зеленую энергетику и открытость Азербайджана для сотрудничества с европейскими партнерами. В частности, по расширению взаимодействия в сфере возобновляемых источников энергии. Здесь, в Италии, мы действительно сосредоточены на поддержке вашей страны в этом процессе. Потому что спустя 10 лет мониторинга энергетического сектора в Азербайджане мы начали слышать о повестке дня, связанной с возобновляемыми источниками энергии. И совсем недавно мы стали свидетелями запуска в Азербайджане нескольких крупных международных проектов, связанных с ветряной и солнечной энергетикой. Нынешняя ситуация, которая консолидировала расширенный экспортный рынок азербайджанского газа и укрепила сотрудничество с Евросоюзом и соседними странами, на самом деле может стать стимулом и реальной возможностью для конкретного развития Азербайджана как лидера в области энергетического перехода и в будущем. Продолжение следует...